Всем привет, мои хорошие! Я в прямом эфире сегодня. Во-первых, есть время, и это потрясающе. Во-вторых, я думаю, это тоже потрясающе. Ну и в-третьих, сегодня эфир не просто так, и он будет непростым, потому что я начиталась, конечно, ваших комментариев под моими последними двумя постами. Также начиталось новостей в интернете. Мы все смотрим за тем, что сейчас творится с нашим миром, с нашей планетой. И, конечно, у всех нас возникает очень много вопросов, разных вопросов, и порой нам некому эти вопросы задать. И так получается, что в моем окружении, к счастью, есть люди, которые могут ответить на вопросы, могут успокоить, могут обнадежить и просто даже разъяснить. Поэтому вы пока присоединяйтесь, подтягивайтесь, потому что сегодня мой прямой эфир будет с руководителем лаборатории мир, наук и поведения человека в Сбербанке, человек, которому я безговорочно доверяю, президент Высшей школы методологии Андрей Курбатов. Сегодня я сейчас подключу его, и мы будем вместе с ним в прямом эфире. Вы будете задавать свои вопросы, а Андрей будет на них отвечать. Вы готовы? Так, сейчас жду. Спасибо вам огромное за сердечки, за ваши, спасибо за комплименты. Вижу все ваши приветы. И приглашаю, добавлю эфир Андрея Курбатова. Вы меня слышите хорошо, связь хорошая, интернет у вас есть. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, у нас получилось. Ой, у нас получилось. Ну что, некоторые интерактивы. Да, ну, во-первых, я первый раз делаю с кем-то вот таким образом прямой эфир, и мне приятно, что это вы, Андрей. Понятно, что у нас сейчас такое необычное время для кого-то сложное, для кого-то легкое, для кого-то интересное. И я очень рада, так как вы человек, которому я безоговорочно доверяю, вы согласились со мной выйти на мои 11,5 миллионов аудитории сюда в прямой эфир и будете задавать вопросы. На данный момент у нас уже 10 тысяч человек и подтягиваются. В общем, я хотела у вас сначала спросить то, что интересует лично меня. что на данный момент происходит. Началось у нас все с Китая, с города Ухань и пошло по всему миру. ВОЗ назвали это пандемией и тем самым напугали всех. И когда наши, наконец-то, люди, русскоговорящие, все начали понимать, что происходит, появилось очень-очень много вопросов. И вот, наверное, будет хорошо, если вы скажете вводное слово какое-то нам. Да, ну я всех хочу поприветствовать, вас, Ёлочка, поблагодарить за такую возможность, чтобы мы поговорили с нашими подписчиками и рассказали, мне кажется, важные очень вещи. Тут есть два аспекта. Я психиатр, психотерапевт, доктор Курпатов. Соответственно, моя специализация состоит в том, чтобы бороться с паникой и помогать людям в этом отношении. Но я и военный врач. Соответственно, у меня есть соответствующие компетенции в области эпидемиологии. И я думаю, что мы сможем соответствующие вопросы с вами обсудить. Если говорить про ситуацию в целом. Значит, ситуация непростая. И говорить, что все просто и легко, неправильно. И нам предстоит два-три месяца достаточно напряженных, таких социально ответственных моментов, когда мы должны будем действовать правильно для того, чтобы эти два-три месяца не превратились в год и больше. У нас есть хорошая новость. Хорошая новость состоит в том, что Китай, который принял очень быстро меры по защите, сейчас, по сути дела, демонстрирует резкое падение численности заболевших. И они, по сути дела, прошли свой пик. И дальше они будут снижаться. И мы видим, что это как раз те три с лишним месяца, которые нужно было, чтобы эта инфекция была иммобилизирована. И мы, собственно говоря, могли в этом пространстве существовать эффективнее. Италия, которая сейчас всех пугает, которая вышла сейчас на первое место по числу заболевших, она как раз затянула процесс ответственного поведения. Я сам приехал из Греции. У нас ввели в Греции эти мероприятия. То в течение буквально трех дней были закрыты все общественные места. Люди все одели перчатки, одели маски. В аптеку не запускали больше, чем по два человека, для того, чтобы максимально избегать контакта. Сейчас вся Европа уже мобилизировалась тоже. Да, да. Но вот просто есть два варианта. Есть такой китайский, когда все быстро, ответственно. Там же люди обладают большим доверием к авторитетам. И более жесткие меры были приняты по социальной изоляции. Итальянцы, как известно, люди эмоциональные, ведут себя как попало, бывает. И вот, собственно говоря, последствия. Это большое количество заболевших. И, соответственно, гибель пожилых людей, страдающих дополнительными какими-то заболеваниями. Вот вопрос сейчас чаще всего задают, вот я читаю наши комментарии, наших комментаторов, о второй волне в Китае. Может ли быть вторая волна? Вот они вроде бы сейчас уже успокоились. Может ли быть вторая волна? Хорошая новость. Хорошая новость номер два. Особенность коронавируса и таких инфекций состоит в том, что, как говорят эпидемиологи, вирус тоже хочет жить. Что это значит? Это значит, что вирус эволюционно не заинтересован в том, чтобы убивать своего носителя. И сначала, когда он появляется, он ведет себя очень агрессивно. И поэтому в эпицентре всегда больше жертв, чем при распространении вируса. То есть, чем больше проходит время, тем менее опасным для жизни становится вирус. Поэтому, если вторая волна и появится, то эта вторая волна принесет значительно меньшее количество жертв, чем волна первого момента. Поэтому это тоже хорошая новость. И Россия в этом смысле находится в более выгодном положении. Потому что мы, по сути дела, вот такой третий эшелон. Мы границы с Китаем закрыли сразу. И это было очень правильным решением. Соответственно, вирус пошел в Европу. И сейчас к нам вирус приходит из Европы. То есть, мы уже третья популяция, в которую приходит вирус. Соответственно, вероятность смертности и угроз для людей, она ниже. Что, в общем, совершенно не означает, что мы должны вести себя как попало. Вот как раз по поводу как попало. Вот у нас как раз тоже пишут в комментариях о том, что существует безответственное поведение. Некоторые люди, наоборот, в панике. Они чрезмерно себя, ну, понятно, что изолируют, но чрезмерно себя накручивают. Другие, наоборот, безответственно относятся. Ой, ну это, вот как раз пишут, что это информационная война, и что это все к нам не относится, и что вируса на самом деле не существует. Я бы сказал, что сейчас не информационная волна, а такой идеальный информационный шторм. Дело в том, что мы же сейчас живем в мире, в котором у каждого есть свое мнение. Раньше был мир, где были авторитеты, и там врачи сказали так действовать, и все так и действуют. А сейчас каждый может открыть интернет, прочитать кучу рекомендаций, лечиться с знакомым. Сейчас в интернете вообще можно найти все на любую тему. Да, вот. И поскольку нету таких авторитетных источников, то в результате получается, что формируется несколько разных групп людей. Одни очень паникуют. Хотя, в общем, надо не паниковать, а просто принимать правильные меры. Какие правильные меры? А я сейчас договорю чуть-чуть, и перейдем к мерам. Есть те, которые начинают отрицать с наличием гриппа, говорят, где тут трупы, трупы. Вот не надо ждать трупов. Карантин производится для того, чтобы не допустить этих трупов. Если вы хотите убедиться в их наличии, посмотрите на то, что в Европе происходит, на смертность в Китае и так далее. Она не катастрофическая, но она высокая. В общем, мы подвергаем других людей опасности, если не соблюдаем правила карантина. Теперь относительно того, какие меры являются правильными. Самое главное – это то, что у нас называется социальная изоляция. Потому что мы с вами питательная среда для существования вируса. Вирус на нас, соответственно говоря, садится, развивается, и дальше передается следующим людям. По цепочке, что называется. Поэтому ограничение социальных контактов является самым важным, самым действенным. Значит, если вам все-таки приходится покинуть свой дом, вы должны соблюдать правила гигиены личной, специальные для вот этих обстоятельств. Значит, первое правило – это поверхности. Все эти вирусы к нам попадают, потому что мы трогаем поверхности, на которых находится вирус. Если наша привычка хватать все на свете будет изменена, то меньшая вероятность того, что вирус попадет на руку, а с руки попадет на лицо. Вот, собственно говоря, основной способ передачи – это через предметы, которыми другие люди пользуются. Прежде всего, это кнопки, выключатели, лифты, ручки и так далее. Поэтому я в своем инстаграме это описываю. Открывайте бедром, локтем и так далее. Действительно, есть масса способов, которые позволяют, не дотрагиваясь до предметов, открывать двери и выполнять те функции. Кроме того, значит, кроме этих наших таких защитных мер, есть еще медицинские перчатки. Люди, которые вынуждены работать с предметами, которые касаются других, которых касаются другие люди, обязательно должны быть в перчатках. Все продавцы, все курьеры, которые переносят какие-то продукты, осуществляют доставку и так далее, в аптеках и прочее. То есть везде, где вы касаетесь каких-то предметов, ваша задача, вы не можете этого избежать, то вы должны пользоваться перчатками. И третья вещь – это маски дезинфицирующие, которые на лицо одевают. Их можно даже делать, на самом деле, сейчас самостоятельно, потому что все там кричат в ужасе, нет масок, нет масок. Значит, фишка состоит в том, что передача вируса воздушно-капельным путем происходит только в том случае, если зараженный человек находится от вас на расстоянии двух, а то и менее метров. То есть если он способен на вас кашлянуть, тогда вы заразитесь. Маска от этого не спасает. Маска спасает от того, что вы в течение дня постоянно прикасаетесь к собственному лицу. Задумались о чем-то там, как бы зачесалось у вас где-то и что-то. И вы сразу рукой касаетесь лица. И если у вас на руке есть вирус, то вы, соответственно, вы себя тоже занесете. Поэтому маска нужна не для того, чтобы избежать этих плевков коронавируса вам в лицо. Маска нужна для того, чтобы вы трогали маску, а не собственное лицо. И тогда вирус будет оставаться на маске. И вы, собственно говоря, ее потом выбрасываете. И дальше все благополучно можете функционировать. А вот если люди, которые работают как раз в магазинах, в аптеках, и они не пользуются перчатками, не совсем же корректно сделать замечание? Ну, сейчас мы на самом деле обращаемся к самым разным слоям населения. Мы говорим про обычных людей, но среди наших зрителей и подписчиков есть, конечно, предприниматели, которые держат какие-то магазины и так далее. И мы к ним тоже обращаемся. Вы должны обеспечить безопасность ваших сотрудников. Значит, первое, что вы должны сделать, это максимально удалить сотрудников из офиса. Наша лаборатория вся работает сейчас по конференц-связи, и все сидят дома. Значит, поэтому других это самое эффективное. Сейчас защитить своих людей, чтобы они не заболели и не стали разносчиком вируса. Если у вас такой бизнес, который не позволяет вам избежать контакта с другими людьми, вы должны позаботиться о соответствующем обудировании. Это перчатки, маски и дезинфицирующие средства. Спиртовые растворы, больше 60%, которые содержат спирт, потому что надо регулярно все это протирать, потому что некоторые тоже наденут эти перчатки и ходят с ними, пока не опупеются, в полной уверенности, что это их обезопасит. И перчатки тоже надо протирать, с дозаторами, спрыскивать и так далее. Все время рассказывают, что ничего нет. Во-первых, кто еще тот найдет, чем кричать, что ничего нет. Действительно непросто. Сразу мы не были готовы к такой ситуации. Но это не значит, что ее надо поднять руки и куда-то гибнуть моментально. И использовать подручные средства, спиртовые растворы и так далее. Так, вопрос. Почему в Индии нет вируса? Это вот наши подписчики спрашивают. Ну, Индия приняла, насколько я знаю, я небольшой специалист по Индии, насколько я знаю, Индия приняла беспрецедентные меры по закрытию границы, выдворению насильственного, выдворению людей из... То есть сразу же? Сразу. Они как поняли, что в запаху о жареном, они просто стали... Ну, плюс, ну, черт его знает. Понимаете, это же... Мы говорим про этот коронавирус как про какую-то невероятную просто катастрофу. На самом деле, коронавирусы живут среди нас уже начиная с 60-х годов. В 65-м году впервые были коронавирусы диагностированы. Значит, у этого коронавируса просто высокая степень, относительно высокая степень смертности среди пожилых людей. Вот. Поэтому, ну, то есть ничего нового с точки зрения вот иммунной системы тоже ко всему адаптируется. И мы тоже, все переболев этим вирусом, к нему, как считается сейчас, достаточно стойкий формируется иммунитет после того, как вы переболели. Вот. Значит, ну, просто с одной стороны увеличивается количество естественным образом людей, как бы переживших естественную прививку, да, переболев в легкой форме коронавирусом. Вот. И плюс, ну, как бы в Индии может быть там у популяции какие-то есть защитные механизмы в организме, которые позволяют там противостоять этому. Я думаю, что... И там температура воздуха вы тоже спрашиваете. Влияет какая температура губительна для вируса? Ну, вот эпидемиологи пока нас не обнадеживают. Да. Тем, что наступление тепла, оно снимет эпидемию как таковую. То есть, к сожалению, просто дождаться лета не получится. Вот. То есть, нет такой истории, что солнышко выйдет и вирус погибнет. Вирус не чувствительен к ультрафиолету. Вот. Поэтому лампы включать бессмысленно. Вот. Они на бактерии действуют. Вот. Поэтому ну, в пробирке он умирает на 27 градусах, как говорят. Вот. Но у нас в организме 36,6 в здоровом даже. Но он, видите, спокойно с этим справляется. Да, кстати, да. А вот как раз задают вопрос насчет того, сколько вирус держится на одежде и на этих поверхностях. Ну, данные опять же разнятся, но, к сожалению, они все очень большие. То есть, если говорят про металл, то есть, вот эти вот ручки, кнопки, на которые мы нажимаем выключатели, поручни в автомобиле, в этих, в общественном транспорте там и так далее, цифры от 12 до 72 часов. Это много. Это очень много. Вот. В одежде еще дольше. Вот почему я говорю про перчатки, про дезинфекцию и про мытье рук. Правильное мытье рук. Ну, соответственно, нужно чаще сейчас. Когда вы приходите домой, вы что делаете? Во-первых, не выходите домой. Из дома. Вы не выходите из дома. Да-да-да. Вот. Если все-таки пришлось выйти, первое, что вы, как право, когда вы приходите, это вы моете тщательно руки. Снимаете верхнюю одежду, значит, оставляете ее сразу в гардеробе, не ходите с ней по квартире. Вот. И первым делом тщательно на протяжении 30 секунд минимум, то есть полминуты, значит, намыливая все поверхности, все части. Вот так вот, вот так вот, как хирурги моют, да, со всеми делами. Вот-вот. Да, вот. Здесь вот это все. Да. Я уже, может, мастер-классы давал. Следующий эфир, мастер-класс по мытью рук. Вот. Поэтому, значит, мыть ее рук. И после этого одежду, которая соприкасалась с, ну, там, условно говоря, штаны и вот это все, это лучше отправлять в стирку. Если вы выходите один раз в пять дней, потому что вам нужно, условно говоря, пополнить запасы продуктов, ну, как бы, ну, постирайте. Это не каждый день по штанам. Хорошо. Еще один вопрос. Как долго бывает карантин? Дело в том, что вот все вопросы, которые сейчас возникают здесь в комментариях, я их все смотрю, и пока доктор отвечает, я их записываю. Поэтому впоследствии я их задаю. Задавайте свои вопросы, что вас интересует. Я, конечно, их много, я стараюсь записывать все, но если вдруг я его не увидела, задавайте снова. Как долго бывает такой карантин? Ну, вот, допустим, сколько нужно, во-первых, сколько нужно сидеть в самоизоляции, находиться, да? И как долго вообще карантин бывает, ну, при таких вирусах сильных, да? И от чего длительность карантина зависит? Значит, ну, сейчас принята длительность карантина для людей, которые подверглись риску. И карантин, когда мы говорим, значит, есть самоизоляция, значит, есть вот как бы условно карантин, да? Значит, карантин – это то, что вы обязательно должны сделать в случае, если у вас был риск того, что вы контактировали с человеком или могли контактировать с человеком, у которого был коронавирус. То есть вы прибыли, например, из страны, в которой коронавирус уже бушует, вот, и вы обязаны, и это уже требование такой государственного порядка, на протяжении 14 дней, двух недель находиться дома на карантине. То есть не выходить, не контактировать с другими людьми, если это не врачей, не вирусопернодзор и так далее. Вот. Поэтому вот карантин такой вот лечебный, как бы, да, это 14 дней. При этом мы знаем, что коронавирус, на самом деле, более длительную может иметь фазу. То есть считается, что до 27 дней. До 27 дней. Да, значит, фазу. Хорошо. Вот после 14 этих дней что мы делаем? Мы продолжаем находиться на самоизоляции. До какого момента? Ну, вот 14 дней это как отчинаж. После этого, значит, сейчас мы будем очень сильно зависеть от той информации, которая будет поступать с точки зрения наших вот служб, которые следят за распространением вируса. Значит, если эти службы будут говорить нам, что карантин продолжается, ну, вот эта самоизоляция необходима, мы должны будем придерживаться. Поэтому сейчас мы можем говорить про прогностические вещи. Вот прогностически самоизоляция сейчас нам грозит в хорошем режиме на два месяца. Вот. Ну, как бы, три. Вот. Если мы за три месяца полностью сможем справиться с... и не будет появления новых случаев, то постепенно эта самоизоляция будет покаять. Но в целом мы должны готовиться к тому, что мы достаточно много времени проведем дома с родными, с неожиданными делами, с переходом в онлайн для работы, решения каких-то вопросов, образования и так далее. К этому мы еще с вами вернемся. А пока вопрос, вот люди, особенно волнуют тех, у кого есть животные, потому что очень много вопросов было, являются ли животные переносчиками? Судя по всему, нет. Я, опять же, я не эпидемиолог, но я, как бы, с этой историей не сталкивался. Но, действительно, если бы почихали на своего кота коронавирусом, зачем отдавать его куда-то. Ну, в общем, я, честно говоря, просто давайте, больше психиатрических вопросов, чем... Хорошо. Тогда, ну, тут еще вопрос, все равно есть вопрос про коронавирус. Существует ли нулевой человек, вот, от которого это все пошло, пошло ли это от человека, сам этот коронавирус, который вот сейчас активировался так активно? Ну, они там искали в этом, в эпицентре. Сначала думали, что он вот на рыбном рынке там организовался, на этом большом. Потом сказали, что он все-таки туда был завезен, скорее всего. Вот. Но, я опять же, подчеркиваю, коронавирусы, это вещь не новая, человек, который первый описал ДНК коронавируса, вот, это американский профессор, уже 10 лет как находится на пенсии. На пенсии, при техном, он только зашел. Да, ну вот, он сейчас активизировался, конечно, для того, чтобы там помочь и сообщить как-то дополнительно о своих там знаниях, опыте и так далее. Но просто мы должны понимать, что эта история не новая. Новость, вот, она состоит в том, что мы научились диагностировать это заболевание. Потому что раньше, ну вот, значит, от гриппа постоянно люди умирают. Это нормально. Ну, то есть, вот, оторви. Ну, вот, смертность в мире от острых респираторных заболеваний, да, к которым относятся гриппы, вот, коронавирус, там, и так далее, вот, она составляет порядка трехсот трехсот тридцати, шестисот пятидесяти тысяч человек в год. То есть, это огромное количество людей естественным образом умирают от, значит, обычного, обычного, да, гриппа, который мы не можем диагностировать. Значит, вот я сам человек, который чуть не умер от обычного гриппа, да, вот мой паралич, да, механизмы смерти, значит, более часто это пневмония, которая развивается, вирусная, значит, у людей, перенесших грипп, вот, или вот то, что у меня был, периферический паралич, гиена Борре, по типу Ландрея, это когда вирус поражает клетки миелина, которые там волокна наши нервные защищают, вот, и в результате погибают нервы, вот, и дальше долгий период восстановления. Я два года восстанавливался, сейчас, как вы знаете, хожу с палкой, вот, и это не просто предмет моего гардероба, вот, это необходимость, вот, поэтому я человек, который имеет право говорить о том, что любые ОРГИ опасны, да, вот, и если бы мы не смогли диагностировать коронавирус, то просто мы бы получили, условно говоря, смертность, там, примерно, я не знаю, там, в 2%, вот, и в основном среди людей пожилых, старше 70 лет, потому что их левочная ткань уже изменилась, и когда вирус на них попадает, то она не справляется со своей работой, вот, молодые люди являются переносчиками вируса, значит, есть вот рассказ, что молодые люди тоже умирают, но нужно понимать, что там из молодых людей, умерших, там, одна женщина страдала от рака, была на химиотерапии, у них есть сопутствующие заболевания, да, ну вот, поэтому мы бы даже не заметили просто коронавирус, вот, но сейчас мы его заметили, и поэтому наша задача состоит в том, что достаточно той беды, что вообще это невероятный удар по экономике, потому что, ну, по сути дела, вы сидите без работы, да, все мы сидим без работы, да, пытаемся удаленно работать, но все равно, это все равно не так. Да, у меня завтра должна была быть лекция в Клизи, в Санкт-Петербурге, и ее отменили, вот, поэтому, ну, этот большой удар по экономике неизбежен, вот, достаточно этой беды, чтобы еще добавить к ней какие-то дополнительные, связанные с тем, что система здравоохранения начнет, ну, задыхаться от большого количества людей с пневмонией. Давайте тогда еще вот вам вопросы как раз полностью прямой, по вашей ценности. Как убедить человека, который не верит в то, что этот вирус существует, что он может быть в опасности и может нести опасность другим людям? У человека вот в подкастке в полной. ну, опять же, зависит от того, что за человек. Значит, если это человек молодой, подросток, вот, то, значит, сейчас у них есть свои лидеры мнений, вот, и на счастье, я, в общем, очень благодарен всем, там, молодым блогерам и немолодым, и каким угодно, любым блогерам я благодарен, вот, среди молодых блогеров есть те, которые уже включились в эту программу и рассказывают про то, как это важно и что с этим делать. Программы никакой нету, к сожалению, но, по крайней мере, мы сейчас призываем всех блогеров вне зависимости от возраста нести правильную информацию, защищать себя и помогать людям, которые на них ориентируются, понять, что это действительно важно. Важно самоизолироваться, важно соблюдать карантин и все правила защиты, безопасности, предосторожности. Хорошо, если люди в конкретной панике, вот мне несколько раз писали, просто я боюсь, я боюсь, что делать? Значит, самоизолироваться. Единственное, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы, понимаете, вот вы не можете заразиться вирусом, когда вы находитесь в собственной квартире. Вот, ну, это невозможно. этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Он не летает по воздуху, не залетает в форточки. Вот, вы можете находиться дома и вы абсолютно в безопасности. Поэтому, если существуют люди, которые очень тревожатся, ну, окей, переходим, соответственно, на домашний режим. Дома вам ничего не угрожает. ждем спокойно, когда это... Вот. ну, понятно, что есть рациональные еще доводы. Они просто на паникеров плохо действуют, потому что они только чихнули, кошминули, у них сразу коронавирус. Никуда не исчезли обычные гриппы, обычные инфекции. Мы все с вами продолжаем болеть обычными гриппами, обычными простудами, там, обычными бактериальными, глиморитами, там, я не знаю, всем на свете. Мы продолжаем. Сейчас еще период, в общем, такой эпидемический. И мы, конечно, можем заболеть любой остро-респираторной инфекцией. И это совершенно не значит, что это коронавирус. Поэтому это первое, что нужно понять. Второе, нужно понять, что смертность чрезвычайно низкая. И она касается только пожилых людей. Вот относительно пожилых людей я вот всем просто настоятельно рекомендую. Пожалуйста, звоните родителям. Вот просто звоните и рассказывайте, как вы их любите, какие они у вас замечательные. Как здорово, что они сидят дома. Не выходите в магазин, старайтесь помогать им в этом контенте. Да, присылайте им, помогите им, чтобы они научились пользоваться этими всякими разными кинотеатрами, чтобы они могли посмотреть свои любимые фильмы, старые. На самом деле есть сейчас средства для развлечения для пожилых людей, находящихся дома. Пусть занимаются йогой, пусть занимаются лечебной гимнастикой. Поддерживайте всякую активность, чтобы они дома занимались чем-нибудь и при этом все время им звоните. Вот у вас сейчас, если освободилось время, не может быть дня, когда вы не поговорили с родителями. Вот не может быть. Причем звоните на городской телефон, чтобы они знали. Чтобы они сидели дома и ждали вашего звонка. Просите детей разговаривать с бабушками и дедушками. Вот так же можете устраивать с ними по фейстайму или по другим по ЦАПам и в видеосвязь. Можно поиграть, понимаете, во что угодно. Хоть в шахматы дистанционно, хоть как угодно. Все приложения есть, которые позволяют делать. И так далее. Поэтому очень просто важно нам пожилых людей занять. Обезопасить. Да, и обезопасить таким образом. Хорошо, по поводу пожилых людей понятно, что можно постараться, но есть люди молодые, которые не знают, чем им заниматься дома. Начинается уже, пожалуй, уже много мемов в интернете о том, что второй день на карантине уже бьются головой в стену. Чем заниматься дома? Чем себя занять? Как организовать время для того, чтобы это было максимально плодотворно, чтобы не было скучно, чтобы не было тошно, и чтобы вот из-за этого человек не начал женой, да, фиг с ним, с этим карантином, пойду на улицу. Значит, я предлагаю заняться структурированием времени, потому что, когда вы сидите и думаете, чем бы вам заняться, то у вас, естественно, возникает ощущение, что у вас куча времени, и вам некуда его деть. Значит, ну, вы можете распределить время в долгосрочной перспективе, если, условно говоря, рассчитывать, что вероятность того, что вы будете находиться на карантине 2-3 месяца, это один, и второе, это дневной распорядок. Значит, что вы можете сделать за 2-3 месяца? Вот, надо сесть, взять на себе лист бумаги и начать на него выписывать. Я, кстати, тоже подкашливаю. Вот. Но мы с вами общаемся с дистанционом. Да, но безопасно для окружающих. Безопасно. Вот. Да, значит, вы берете лист бумаги и на листе бумаги записываете, соответственно, что вы можете сделать за 2-3 месяца. Значит, это, прежде всего, образовательные программы. Значит, что нужно понимать, что после того, как мы выйдем из кризиса, из этого кризиса эпидемического, вот, кризис не закончится. Мы кризис, наоборот, еще только встретим, да, потому что экономика, она будет после этого подниматься непросто. Вот. Вполне возможно, что уже закроется большое количество предприятий. Вот. Сейчас молодые люди, если им некуда идти, они куда идут? Работать. В интернет? Ну, в интернет это там сильно не заработаешь. Они идут в общепит. В общепит, в общепит, А общепит сейчас не работает. Он не работает и вполне возможно, что он закроется. Ну, то есть, что большое количество просто не смогут выдержать этого. И какие-то сети крупные останутся. Вот. А мелкие, небольшие, отдельные, кафе, рестораны, там, и так далее. Очень возможно, что будут закрываться костелы и прочее. Это все. Мы же, проще у нас представить, что сейчас туристы перестанут ездить, понимаете, гостиницы все встанут, там, и так далее. Вот. Мы очень скоро захотим много работы, вот, потому что нам не на что будет жить. И вот я... вот ребята многие пишут, что вот у кого-то малый бизнес и совсем беда, у кого-то учебный увольняет с работы или банкротится, и, конечно, на... Ну, в сексуальной ситуации. Поэтому вот у вас есть три месяца. Ну, вот. Вы их как вас собираетесь потратить? Ну, я бы потратил на то, чтобы изучить... На образование. Да, какие возможности у вас есть дистанционного образования сейчас, чтобы иметь какие-то какие-то дополнительные компетенции к моменту, когда, там, ну, начиная от дизайнера, заканчивая, понимаете, там, специалистом по продажам. У вас есть куча вещей, которыми вы сейчас можете активно начать заниматься, изучать там и так далее. И это такой стратегический план. Второй стратегический план связан с вашим собственным внутренним развитием. Значит, правда состоит в том, что мы с вами сейчас оказались просто в ловушке значит, вот этого информационного потребления. И нам все время кажется, что мы мало потребляем интернет всяких разных... Ну, вот. Но на самом деле это очень много. И у нашего мозга нету времени и возможностей для того, чтобы он как-то сам собой занялся. Вот. Чтобы мы поняли, что для нас важно, чтобы мы поняли, с какими психологическими проблемами мы сталкиваемся, чтобы мы поняли, как нам эффективнее принимать решения, действовать, и так далее. Вот. И сейчас очень важный период с точки зрения нам сказали, знаете, вы очень быстро бежите, дорогая цивилизация, вы бы не хотели поселиться. приостановитесь и подумайте о себе, потому что у вас жизнь одна, и ваша задача, как это писали раньше классики, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот. И сейчас время подумать про свои годы. Ну, я говорю, это хорошее время. Ну, то есть, я все время ходил, говорил, алло, там, с фонарем, как диагентом. Ходил по афинской оголе, значит, с горящим фонарем средь бела дня и кричал, люди, алло, вы вообще зачем живете, что вы делаете, и чего вы хотите от жизни. Вот. Сейчас свет на оголе выключили, вот, фонарь светит ярче, вот, имеет смысл подумать о собственных, о собственных каких-то приоритетах жизненных. Хорошее время разобраться, да, с собой, собственной жизнью, задуматься. Да. Вот. Это стратегические вещи, саморазвитие и профессиональный, рост профессиональных компетенций. Запланируйте себе на 2-3 месяца. И у вас есть день. Ваш день тоже должен быть структурирован, потому что сейчас все начали вставать, значит, в 12, до 4 утра они потом не могут заснуть, они мучаются. Или смотрят сериалы. Смотрят сериалы, у них от этого начинает трещать голова, потому что у нас мозг очень очень ограничен с точки зрения возможности эффективного потребления информации. То есть, вы ее можете в мозг постоянно запускать. Помните, раньше там пытали людей, там, сажали их и музыку им какую-то включают и они ее слушают бесконечно. Мы сейчас похожи на этих заключенных. У нас постоянно там в Инстаграме или где-то все это постоянно происходит. Постоянно потребление информации. Она не усваивается и мозг, у него своеобразный коллапс. То есть, вы посмотрели этот сериал, встали и у вас в голове как будто бы там что-то взорвалось, во все места разлетелось и так далее. Поэтому структурирование дня просыпайтесь в одно и то же время. Запланируйте все свои мероприятия на уборку квартиры, приготовление еды, взаимодействие с детьми, созвоны с родителями, вся ваша онлайн работа, которую вы совершаете, все эти ваши образовательные курсы и саморазвивающие вещи должны быть структурированы в течение дня, чтобы занимаясь сейчас, условно говоря, с детьми, вы знали, что через час вы будете проходить этот онлайн курс, читать вот эту книгу, звонить маме и так далее, чтобы у вас все было максимально структурировано по времени. То есть самоорганизация сейчас наше все? Ну, да, но вот здесь прямо важное ключевое слово график. Живите в графике, потому что обычно, мы не понимаем, но мы обычно живем в графике. Просто этот график нам обычно создают другие люди. Они говорят, на работу приходишь в девять, условно говоря, обед у тебя стальки до стальки. И мы на самом деле животные, которые любим, чтобы был порядок временной. Как только нам убирают вот эту временную матрицу, этот график, мы чувствуем растерянность. Мы начинаем крутить в голове всякие глупости и что нам хорошего от этого. Хорошо. А вот вопрос еще. Ну, вот готовят ли вакцину? Это, конечно, вопрос более уже медицинский. Вакцину готовят. Проблема состоит в том, что пока ее испытают на животных, пока ее сделают, пока ее испытают на животных, пока ее протестируют на людях, пока их ее отправят в производство и смогут создать достаточное количество вакцин, уже надо всеми силами надеяться, что к этому времени эпидемии уже не будет, потому что мы будем соблюдать все правила и богополучно быстро пролетим этот черный тоннель, черная полоса. Вопрос. Ваши же книжки есть в аудио? Есть в аудио в любом электронном формате. В формате в любом электронном формате. В общем, я рекомендую всем, если кто-то еще не читал книги Андрея Владимировича. Кстати, вам очень много здесь писали хороших слов о том, как вас любят, как вас уважают, любят ваши книги, ваши труды и благодарят очень. Спасибо большое. Между всеми вопросами были и комплименты и благодарность. И также, но так как я на вас подписана, на ваш инстаграм, я вижу, что вы очень много информации актуальной, своевременной и правильной там выкладываете. Планируете ли вы тоже продолжать это делать в течение нашего карантина? Можно ли будет читать там, смотреть ваши советы? Буду регулярно. У меня инстаграм рабочий, то есть я в этом смысле отношусь к этому не как к развлечению, а как к работе к своему инстаграму. Есть ряд вещей, которые я считаю очень важными для нас в этом новом времени, и это не только коронавирус. Коронавирус придет и уйдет, а нам жить дальше, нам жить в обществе, в котором происходят сейчас очень серьезные изменения с точки зрения того, насколько люди вообще стали нужны друг другу, насколько они способны друг друга понимать и поддерживать, потому что, к сожалению, мы утрачиваем этот навык вследствие нарастающего цифрового аутизма. Люди меньше думают, потому что так жизнь сейчас устроена, что мы не заглядываем наперед, а если мы наперед не заглядываем, то у нас мысль-то и не работает, потому что ей нужны всегда масштаб. Кстати, еще одна сложность, извините, что я вас перебила, то есть у людей появилось больше времени, и, к сожалению, время это начинает бесцельно проводить как раз в соцсетях, просто листая, как раз наоборот, без обучения, без какой-то цели. А как себя, вы должны знать какие-то лайфхаки, как себя останавливать? Ты сидишь, допустим, в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и просто листаешь. И ты уже даже понимаешь, что ты уже лишнего по времени взял. Как себя остановить? Как себя переключить? Я много рассказываю в своих книжках, что у нас проблемы с силой воли, потому что у нас вообще и воли как таковой нету, потому что за нас решает наш мозг, а он такая... Нет воли, нет воли, нет воли, Поэтому, конечно, очень сложно себя самостоятельно ограничивать. В связи с этим есть технические средства на телефонах и на соответствующих программах, когда вы можете определять время, когда для вас будут доступны те или иные приложения, а потом они будут просто говорить спасибо, ваш сеанс, так сказать, закончен. То есть на телефоне устанавливать себе самому ограничения? Семья самому, ну, то есть, если вы понимаете, я вот вам по секрету расскажу, значит, по секрету, есть исследования, по секретниче, вот, есть исследования, их уже очень много, которые определяют корреляцию времени, который мы проводим в соцсетях, да, с внутренним состоянием, эмоциональным. И вот критическое вообще считается, что идеально ограничить часу в день. Все, вот, все, все, что связано с социальными сетями, если не считать работу, да. Значит, если у вас два с половиной часа, вы, как бы сказать, взяли максимум, после двух с половиной часов кривая вот так идет вверх, и это кривая депрессивных состояний, суицидальных мыслей, ощущения увеличения собственного чувства одиночества. Значит, условно говоря, то есть, человек, который приходит в социальные сети, он какое-то время, ну, как бы, коммуникает, развлекается, наслаждается, а потом это переходит. А потом у него как бы тумблер слетает, вот, и от избытка вот этого вот контента такого у него начинает возникать ощущение по разным причинам. Ну, то есть, кто-то смотрит и начинает смотрит на красивых людей и думает, я, а я некрасивый. чувство неполноценности собственное, может сформироваться. Значит, кто-то смотрит... Даже у меня бывает. Нет, это вы зря. Да вот, но это понятно и у всех возникнет, если мы долго будем смотреть на ретушированные такие... Идеальные фотографии. Идеальные фотографии. Идеальный виртуальный мир. Да, потому что понятно, что когда кто-то собирается что-то постить в Инстаграм, он, во-первых, в 25 делает дублей и потом все это еще красит, накладывает фильтры и так далее. Кстати, легенда о том, как возник Инстаграм, она как раз в этом и заключается, что молодая девушка... Парень спросил у своей молодой девушки, у своей девушки, что... Почему она... Хотела бы она пустить свои фотографии в социальные сети? А она сказала, что я плохой фотограф и плохо получаюсь на фотографиях. И он придумал... Сейчас я все сделаю. Да, и он придумал фильтры, которые, собственно говоря, превратили ее в хорошего фотографа. И это был успех Инстаграма, собственно говоря, первый. Сейчас-то мы уже живем в цивилизации Инстаграма в значительной степени. Но тогда успех он был именно этим обусловлен. И, конечно, люди, которые все время смотрят на нереальную жизнь... Они чувствуют себя плохо. Они чувствуют себя плохо, это нормально. Ну вот, поэтому просто физическое ограничение по времени. И плюс к этому другая занятость. Понимаете, вот... Если себя чем-то другим занимать, отвлекать от соцсетей... Да. Ну вот, если вы понимаете, что у вас есть ответственность перед другими людьми, ну вот, например, перед детьми, вот мы же... Что самое главное для ребенка? Внимание. Время, которое... Время и внимание, да. Время, да. Потому что мы можем там про него даже думать. Там есть такие папы, которые там про детей думают, но при этом с ними проводят три минуты. Ну, то есть, вот у меня с Соней была обязательная процедура. Каждый вечер мы час лежали и читали книжку. Она уже прекрасно сама читала, но вот папа прочел всех там Гарри Плоттеров, каких-то сов, каких-то драконов, господи, каких-то... этих были... У вас были страшные там какие-то... То есть важно качество проведенного времени с детьми. Время, проведенное с детьми. У вас прямо в жизни должны быть вот эти часы. Вот здесь мы с ребенком делаем то, здесь мы делаем то, здесь мы вместе моемся, здесь мы... У нас сейчас в активе игры. У нас сейчас настольные игры, мы играем, и как раз и время проводим вместе, и болтаем, и веселимся. Да. Вот. Поэтому обязательно просто родителям понимать, что у них есть такая ответственность. перед самим собой, потому что если вы проводите время с детьми, то потом они вас любят. Если вы не проводите, то они потом считают, что вы им не нужны, они вам не нужны, и дальше вам там 45 лет, а вам ребенок говорит в целом спасибо, до свидания. и... К сожалению. Да. И у меня еще один вопрос. Вот есть люди, у меня, кстати, вот и подруги писали, что проводя время дома, сейчас на карантине, они чувствуют некоторое давление. Это не клаустрофобия, да, это вот боязнь одного пространства, но все равно некомфортно. Как избавиться от этого чувства, когда ты сидишь реально в одном и том же месте, у кого-то это вообще маленькое пространство? Как тоже себя немножко из этого состояния вывести, как переключить себя от постоянной мысли, что вот, я сижу в маленьком пространстве, мне здесь плохо, и с каждым днем все хуже и хуже? Ну, значит, во-первых, нужно понимать обязательно, ставить себе вот временные сроки. У нас так психика устроена, что если вы на день планируете, то вы проходите кризис адаптации в течение дня. Если вы планируете на три месяца, вы кризис адаптации проходите один на три месяца. То есть, условно говоря, если вы каждый день заново просыпаетесь в собственной квартире и говорите, господи, еще один день, то вы каждый день будете переживать кризис адаптации. Если вы скажете, я в своей квартире планирую провести две недели, вас накроют, нахлобучат, на все на это посмотрим. Первый день. Первый день. И потом у вас нормализуется, вы адаптируетесь. Психика должна иметь вот эту стратегическую отставленную цель. Вот вы даже скажете, ну да, две недели или там месяц, три месяца. И будет неприятно, но как бы один раз. Как хвост отрубаем кошке. Один раз, да. И потом уже с осознанием этого уже... Да. Первое, это вот увеличить этот длинник, чтобы не переживать много кризисов адаптации каждый раз в день сурка. Вот, чтобы не было. Это первое. Второе, это значит, ваш дом может украшаться и как бы преображаться. Значит, вот посмотрите на то, что у вас в доме есть. Да, значит, как у вас декорированы стены. Я не знаю, что у вас там еще. Сейчас очень хорошо заниматься вещами, которые связаны там с ручным трудом, с какими-то, я не знаю, вот какими-то такими вещами. Прикладными. Прикладными, да. Как вы какие-то сделаете там, я не знаю, из подручных вещей какие-то, я не знаю, приборы, инструменты и так далее. Куча всего такого есть. Я бы подумал сейчас про свое жилище, как про место, которое вы можете сделать более уютным. Вот. Вот вы видите, сколько у меня книжек, да? У меня нет времени. не заниматься. Вот, нет времени перебрать. Да, но там вот видите, оно все в больших количествах книжки, ну вот, но у меня уютно. Абсолютно. Да, вот. Но книги не обязательно, так сказать, если вы в таком количестве их не потребляете, то зачем? Но при этом, если вы декорируете, ваш глаз всегда хватается за всякие мелочи, за приятные вещи, вот, вы даете своему глазу дополнительное, ну вот, декорируя собственное пространство жилое, да, вы даете глазу много вот вещей, пока за которые он может засыпиться. И у него не возникает ощущения, что он находится в четырех... В чем больничная палата ее ужас? Ее ужас единственный. Я много провел в больничной палате в связи с вами, параллечом, но вот, я знаю, про что говорю. И ужас состоит в том, что у меня была одна трещина надо мной. Вот я все время смотрел на трещину. Ну, то есть, у меня были целые как бы с ней дискуссии. Вот. Но, если вы создаете дополнительные визуальные стимулы, да, ну, там, ковер бабушкина не надо вешать, наверное, может быть, на стену, но какие-то другие визуальные стимулы, если вы создаете внутри собственного пространства, собственными руками, вот, ну, мне кажется, что это макрамы есть, я не знаю, знаете, какие можно... Да, очень много, можно чем заняться. Хорошо. Давайте тогда зафиналим уже, мы целых 50 минут выходим. Ого! Как быстро время... Время прилетело, да. Да. Давайте зафиналим. Итак, первое, оставаться дома. Самоизоляция, наше всё сейчас. Второе, для того, чтобы дома не было скучно, не было одиноко, и для того, чтобы время можно было провести плодопорно в карантине, первое, что можно сделать, это образование. Образование, онлайн-образование, которое сейчас доступно, его много, абсолютно разные направления, и это лучшее, что вы можете подарить себе, это образование, чтобы ваш мозг продолжал движение, не останавливался, при том, что тело в одном месте. Дальше, я, конечно, я лично хочу от себя посоветовать вам читать книги, в первую очередь, конечно, книги, потому что книги про мозг, и там, кстати, вот то, что меня порадовало и поразило, как мы можем со своим же мозгом или подружиться, или договориться, или как мы можем использовать его силу для того, чтобы улучшить и качество, и вообще найти смысл в нашей жизни. Я читала. Спасибо, мне очень приятно. Да, соответственно, литература, проводить время с домашними, с детьми, с любимыми людьми, с родителями. Если родители не с вами живут, звонить им почаще, дать им возможность слышать и знать, что вы их любите, что вы о них заботитесь, и стараться уговаривать их, чтобы они не выходили из дому и сидели дома, так будет безопаснее. Если есть возможность, кстати, да, своим родителям, делайте, если родители могут делать онлайн-покупки, делайте онлайн-покупки сами. Посылайте своим родителям продукты таким образом, те же книги. Ну, декоративно. Дальше пишите и расширьте со своими друзьями все свои активности. Может быть, кто-то не додумался еще до чего-то, а вы можете с ними поделиться. И, конечно же, старайтесь минимизировать время, проведенное в соцсетях. Вот сегодня мы здесь 53 минуты. Через 7 минут желательно из соцсетей уже выходить. Но, безусловно, сегодняшние наши сегодняшние почти час в эфире, он был очень полезным. Я очень рада, что он у нас произошел. Вот нас благодарят за полезный эфир. И, в общем, мы вам посылаем виртуальные объятия всем. Я вас обнимаю, Андрей Владимирович. И надеюсь, что скоро это все закончится. А пока нужно набраться силы воли для того, чтобы организовать себя, организовать свой день, свой карантин. и, собственно говоря, выйти из карантина более образованными, более человечными, более человечными, да, с переоценкой своей жизни и ценностей, ну и, конечно, с огромными, потрясающими планами на будущее. Я лучше не скажу, поэтому... Спасибо всем огромное. Мы оставляем обязательно прямой эфир. Я сохраняю его. И еще сутки вы сможете его посмотреть. И, если что, вы еще захотите прокомментировать, вы пишите под постом у Андрея Владимировича. Напоминаю, Курпатов, нижнее подчеркивание, official, да, у вас? Да. Вот у меня память потренировала. И у меня под постом, в общем, пишите свои мысли, свои комментарии. Мы будем читать, смотреть. И, в общем, желаем всем хорошего дня. Да. Спасибо большое. Счастливо. Не болейте. Спасибо большое. Обнимаю вас. Счастливо. Обнимаю. А как теперь вы... А вот завершить. Начали пользоваться Инстаграмом сайтом.